девочки всем привет меня зовут света вы находитесь на моем канале сегодня хочу просто с вами немножечко поговорить о тех планах которые сама для себя определила сначала хочу показать вам вот такую вот корзиночку или коробочку которую я сделала посмотрела на канале дзен не помню точно как называется канал то есть мастер-класс и основой для этой коробочки для ящичка стала коробка из-под корма кошачьего то есть вот чтобы сделать такой ящик мне понадобилось две коробки из-под кошачьего корма сейчас покажу какие вот такие вот коробочки это в магазине когда лежат корма вот в таких вот коробочках они бывают или когда мы покупаем целую упаковку и вот у меня сейчас осталось еще одна коробка если я возьму в магазине еще одну то у меня может получиться еще один вот такой ящичек две коробки идет потому что вот здесь вот два слоя картона склеена поэтому получается такая коробочка классная крепкая тверденькая потому что вся шпаклевкой вот тут или гипсом я не знаю на вся промазана крепкая хорошая но вот такая вот интересная для фотосессии для моих носочков скорее всего будет предназначена ну и теперь хочу рассказать вам о тех планах я девочки хочу уделить сейчас большое внимание работе над своими интерьерными вещами то есть я развела так много всяких скатерти и салфеток что они у меня лежат мертвым грузом можно сказать незаконченные поэтому мне их нужно обязательно закончить доделать чтобы они мне не валялись по разным ящикам и углам и вообще почему-то мне вот последнее время хочется этим заниматься сейчас я покажу все скатерти которые у меня есть в работе посмотрите и как бы чего не упустить окно конечно я эту скатерть сейчас вытащила из ящика из комода и она у меня была помятая не хочу гладить девочки потому что если сейчас я ее поглажу то вот это вот желтезна пряжи она как бы заварится до утюгом и потом трудно будет его отбелить вот этот вот цвет поэтому я хочу просто ее так оставить потом уже отбелить чтобы она была белоснежная и красивая в общем вот скатерть из таких вот мотивов это кусочки ткани это хлопковая ткань кусочки у меня оставались от пошива постельного белья они были вот такие вот узкие то есть длинная полоска вот такой вот ширины я разорвала на квадраты и решила вот сделать скатерть мне этих квадратов хватает на большую скатерть и вот с мною связано на данный момент так сейчас скажу сколько 15 квадратов до вязка довольно простая ничего такого в ней нет но мне не нравится немножечко соединению такие вот дырочки большие получается но думаю потом когда постираю посмотрю как будет может быть что-то потом придумаю чтобы дырки были не такими большими хотя смотрите вот такой вот крестообразный узор получается может быть после разглашивания он будет даже хорошо смотреться так и буду потихонечку его ее вязать вязала как я сказала вот эта ткань хлопок а это пряжа пряжа девочки не хлопковая это пряжа мишка прошивочная так называемая техническая нить которая продается у нас магазине фурнитуры я ее купила и вот вяжу неплохо получается так и вот вот конец этой вязки конечно же потом буду делать кайму чтобы вязка имел такой законченный хороший вид я люблю когда большая кайма бывает на скатерти в общем вот такая скатерть у меня есть сейчас покажу еще одну так следующая скатерть которую я вижу но здесь у меня совсем немножечко связано как видите здесь шесть мотивов очень красивый узор узор я брала на страничке в инстаграм называется винтажный текстиль там это скатерть была в продаже она антикварная была очень дорогая мне понравился этот узор и я его попыталась воспроизвести меня все отлично получилось и я даже выложила мастер-класс по вязанию этого мотива но у себя на канале он у меня есть кто хочет связать такой мотив проходите и смотрите все очень подробно рассказано так и вот этот вот еще кусочек у меня связан и все на этом ничего нету я конечно хотела связать большую скатерть но вряд ли думаю я вряд ли меня хватит на него но конечно хотелось бы большую здесь еще идет такая вот широкая прошлого а потом опять идут такие круги и потом уже кайма должно быть очень красиво и тут в середине тоже будет такой узор очень красивый который будет воедино соединять все вот эти вот мотивы вижу из пряжи от пмк имени кирова пряжа снежинка очень тоненькая ниточка поэтому вязаться будет долго и кропотливо но узор стоит того посмотрите какой красивый когда он будет разглажен постиран покрахмален я думаю это будет очень красиво смотреться особенно это скатерть будет впечатлять если у нее будут большие размеры следующую скатерть сейчас покажу точнее мотивы от этой скатерти вот сейчас я активно занимаюсь вязанием вот этой вот скатерти это этот мотив тоже есть у меня мастер-класс на канале как его вязать по просьбе девочек я выкладывала этот мастер-класс быстро вяжется если вязать то есть если есть время примерно два-три мотива я могу связать за день вот за сегодня связала только вот это пол мотива нет времени но тем не менее хоть понемножечку курочка по зернышку клюет я его потихонечку свяжу вяжу из пряжи ммк имени кирова лилия и вот таким вот крючочка это у нас 125 обычный китайский крючок очень хороший мне нравится в общем но и уже связано почти 20 мотивов но так получается что на каждую у меня квадратная скатерть это будет только кайма внутри скатерть вышита будет она из льняной ткани ткань тоже у меня старинная и на этой ткани я вышиваю узором которая имеет немецкое происхождение то есть германии очень она популярна эта техника вышивания и вот у меня она очень понравилась я решила такой же скатерть кстати схема и узор этой скатерть и есть и в журнале бурда очень давно где-то восьмидесятых годов наверно в журнале узор нет там край скатерть и закрыт мережкой а я хочу сделать ее побольше и поэтому делаю вот такой вот узор полностью кайма будет вязана крючком вот и поэтому меня для каймы связано 20 вот таких вот мотива мне нужно примерно 60 это примерно девочки будет еще небольшая прошло которое будет разделять кайму и ткань и я думаю будет очень красиво я уже как бы вижу эту скатерть какая она будет и я просто уверена что она будет очень красивая поэтому вот такая скатерть у меня еще есть ну и вот девочки следующая скатерть которую я хотела вам показать эту скатерть я начинала вязать в рамках совместного проекта который организовывала елена гершман и назывался совместный проект не начну пока не закончу да не начну пока не закончу кстати я ее так и не закончила уже прошел практически год и я очень долго ее вязала хотя собиралась в рамках этого совместного проекта ее закончить я даже думала что этот совместный проект мне поможет это сделать но ниточки очень тонкие работа кропотливая и я все-таки сдавалась пока вязала эту скатерть и теперь так как я решила подобрать все свои хвосты все-таки хочу закончить эту скатерть и я потихонечку и потихонечку продвигаюсь как видите вот я вижу вторую часть каймы вот у меня здесь идет кайма первая часть шла вот таким вот образом вот первый рисунок и теперь я вижу вторую часть кстати так сжимается прям сильно потому что вижу 3d в 3d технике и все все как видите вот сжимается потому что это так называемые кластеры до петли кластеры по моему они называются когда за переднюю и за заднюю стенку вяжется столбики в общем расскажу немного о пряже это обычная пряжа которую мы используем в шитье сейчас вам скажу что это стопроцентный полиэстер номер 23000 метров вот в этой одной бобинке было сейчас конечно здесь уже нет 3000 метров и вот эти ниточки номер 20 я складываю в две нити и вяжу вот такой вот тоненькой пряжей если вам видно вы можете увидеть насколько тоненькая у меня пряжа и такой же тоненький крючок это крючок тулип номер 085 не номер а точнее 085 миллиметров и у меня есть на конце такая вот интересная штучка девочки это когда-то я увлекалась феншу и в общем дело крючок раз большого императорского размера я думаю кто увлекался знает о чем идет речь и здесь у меня 10 рублевая купюра свернутая так чтобы получился именно этот размер хотя размер я этот уже не помню в общем вот такая вот скатерть она квадратная состоит из мотивов сейчас я вам их покажу вот такие вот квадратные мотивы как я сказала в технике 3d посмотрите какой интересный узор и всегда когда смотришь он под разным углом смотрится по разному мне очень понравился этот узор когда я начинала его вязать нигде схемы не было в интернете этого узора я вязала просто по рисунку в общем вот такая вот скатерть у меня вот это первая кайма она до достаточно широкая а вот это получилось узенькая у меня хотя начале предполагалось такая же видимо она просто сжимается возможно потом после вто она немножечко расширится но конечно же я буду по краям еще обрабатывать вязать столбики или пико или что-то такое более укрепленное чтобы вот эти вот фестоны держали свою форму и были такие прям заметные ощутимые вот и я сейчас уже вот этой вот второй каймой вижу вторую сторону этой скатерти то есть мне осталось довязать эту сторону и еще две конечно я понимаю что это будет не скоро так как я в день по чайной ложке продвигаюсь я думаю я ее все-таки завершу и конечно же потом покажу вам у себя на канале я думаю есть много любителей вязания домашнего в общем для домашнего интерьера и кому-то возможно она понравится если понравится я обязательно покажу ту схему по которой я вижу эту скатерть и наконец еще один проект даст довольно будет интересный проект который будет у меня на канале я буду вязать скатерть скатерть будет предназначена для моей дочери для ее квартиры и она будет кожаная кто 1 1 раз увидит у меня этот проект на и на удивиться но я уже говорила у себя на канале что собираюсь вязать эту скатерть но когда я показывала первоначально этот проект у меня в общем эти все ромбики были еще в другом процессе это был кардиган который моя знакомая хотела выбросить кто в общем знает восьмидесятых девяностые годы была мода на такие вот кардиганы кожаные из разного цвета ромбов которые были обвязаны такой вискозной нитью и соответственно располагались вот эти вот ромбы в разном порядке у всех по-разному и из вот такой вот нити была обвязка я распустила этот кардиган потому что сейчас они уже не в моде и носить я его не буду тем более он был с повреждениями я решила связать из него скатерть скатерть получится такого нормального размера пока что сама не знаю какого но я так предполагаю и все я уже все распустила меня все ромбы готовы пряжа готова надо ее только немножечко пропарить чтобы она выровнялась потому что она такая вот после распуска немножко волнистая и соответственно я буду вязать я говорила уже что я хочу на полу разложить все эти ромбы там каком-то не хочу делать такое избитые варианты шахматные в шахматном порядке располагать хочу как-нибудь интересно их расположить возможно какая-то асимметрия будет и наверное все таки у дочки своей спрошу как ей больше нравится буду вязать такую вот скатерть у меня уже есть одна кожаная скатерть она связана из кожи темно-коричневого цвета тоже был плащ когда-то кожаный и отвязана льняной нитью довольно просто обвязана без каких-либо узоров без ничего но она получилась на журнальный столик и смотрится довольно эффектно и так как у меня есть дочь и сын то у них был такой спор скатерть моя или моя и теперь я решила вот связать еще одну а там уже они пусть сами поделят как хотят кому какая будет в общем вот такая скатерть у меня тоже интересная будет я думаю это будет очень интересный проект самой интересно начать я еще не подумала как буду обвязывать вот эти вот ромбики хорошо дырочки уже тут есть перфорировано все и какая будет обвязка не хочу никаких таких узоров каких-то просто хочу что-нибудь простое сделать чтобы в общем скатерть была такая брутальная интересная и я думаю так и будет теперь у меня в мечты еще в мечтах еще есть такая скатерть мозаичным узором нет девочки это не филейный мозаичный узор а связанный крючком из разных цветов пряжи я вставлю вам вам обязательно пример такого вязания и хочу связать такую скатерть прям увидела и запала мне в душу надо подобрать пряжу и связать такую скатерть обязательно то есть еще у меня есть планах такая скатерть также если коснуться интернированного вязания то я обязательно хочу связать несколько наволочек тут уже я хочу использовать мозаичное вязание как жаккард типа жаккарда да увидела у девочек очень много интересных моделей техник и хочу обязательно связать такую такие наволочки тоже пока тоже для этих наволочек нет пряжи нет узора но это все дело времени и обязательно все будет ну а на этом хочу завершить свое видео девочки присоединяйтесь к интерьерному вязанию хотя я знаю что многие вяжут но смотрите мои видео увидите может быть что-то интересное и для себя а на этом хочу пожелать вам легких петелек прекрасных изделий всего самого наилучшего всем пока